И швец, и жнец, и на дуде, и грец. На этой неделе, благодаря очередному заседанию клуба Валдай, вся Россия узнала, что президент-то наш оказывается еще и плотник, причем четвертого разряда. Об этом он заявил лично, но с той лишь целью, чтобы громко обозначить. Нужно будет расширить проем окна, он расширит. Хотя... Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, и лазить все время в окно, туда-сюда, штаны себе рвать, не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Тут, знаете ли, странно совсем другое. Как так получается, что люди с мышлением семь раз отмерь, один отрежь, делают все с точностью, да наоборот? Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, международный дискуссионный клуб «Валдай» на этой неделе официально открыл свои двери для тех, кто всерьез интересуется политикой и геополитикой, а также экономикой и историей. По крайней мере, и так о мероприятии говорят многочисленные таблоиды. Но если послушать главного спикера тусовки, то вопросов типа «А что он имел в виду?» с каждым новым предложением становится все больше. Предлагаю коротко пробежаться по главным. Первое, на что обратило внимание мое сознание, это строительство нового мира, которое президент России поставил как задачу именно перед нашей страной. Мне, конечно, очень хочется верить, что это не тот русский мир, которого почему-то теперь боятся не только на землях Украины, но что-то мне подсказывает, что ждать чего-то хорошего пока точно не стоит. Ну, потому что риторика «мы ничего не начинали, мы заканчиваем», она как бы тоже никуда не делась. Более того, она трансформировалась в нечто глобальное. Теперь именно нам отведена великая миссия установления геополитического баланса. Ну и типа, если мы справимся, то новое мироустройство, оно как бы не за горами, а деньги? А деньги найдутся. Ведь, по словам президента, несмотря на возросшие расходы на оборону, хоть без соли мы не доедаем. Значит, смотрите, у нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза, было где-то там около трех процентов, сейчас они около шести. На оборону и безопасность. Но при этом, я вот хочу это подчеркнуть, я уже сказал, вынужден повторить. У нас профицит бюджета в третьем квартале свыше шестьсот шестидесяти миллиардов рублей. А в этом году, в погоду, будет дефицит, но только один процент. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Я вам больше скажу, из той же беседы на Валдае я узнала, что реальные доходы населения в Европе, например, падают. А у нас вот только растут. А еще выяснило, что цель спецоперации – деноцификация. А вовсе не захват новых территорий, которыми почему-то все время бредит господин Медведев. И что дефицита бойцов у нас нет, потому что новые 335 тысяч контрактников уже не дремлют. Ну или еще не дремлют. А вот частных военных компаний в России как не было, так и нет. Причем опыт группы Вагнер, как ЧВК, был корявым. Это, как вы понимаете, сейчас была цитата. Ну и типа, чтобы этот опыт поправить, часть бывших вагнеровцев вступили в ряды миноборонщиков. Да, и с главарем, как оказалось, музыкантам не повезло. Потому что не каждый в своем теле находит осколки гранаты, пока в его офисе изымают 5 килограммов кокаина и 10 миллиардов наличными. Да-да-да-да, Бастрыкин именно так и доложил. Типа, извините, но внешнего воздействия на самолет не было. А вот граната была. Причем одна на всех. И, судя по всему, за ее ценой явно никто не постоял. Хотя, давайте послушаем комментарий, что называется, из первых уст. Висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. Но мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Конечно же, обнюхачились кокосом и давай в самолете друг в друга гранатами кидаться. И все вроде бы ничего и даже складно, но только зачем было делать такой акцент на наркотических веществах и отсутствии проведения подобной экспертизы? Можно подумать, самолеты в России падают исключительно от количества обдолбанных на борту. Но нет же! Как и удивил меня другой факт. Они там бахмут вроде брали, медали и звания получали, а в четверг на Валдае все их существование вместе с полученным опытом оказалось корявым. Еще раз повторюсь, это не я сказала, это была цитата. И мне бы на месте музыкантов было бы обидно и за себя, и за своего главнокомандующего, которому приписали смерть от ручной гранаты. Я сейчас намеренно опускаю юридическую сторону вопроса и не обсуждаю противостояние Вагнера Украине. Я пытаюсь посмотреть на ситуацию шире, с той самой позиции, что пока вы нужны, вас забросают комплиментами. А как только что-то пойдет не так, то тоже забросают, но, к сожалению, даже не гвоздиками. Впрочем, из этой ситуации каждый из нас, я считаю, должен, да нет, просто обязан вынести соответствующий урок. Воевать в России будут все, даже несуществующие ЧВК. Правда, не факт, что в конце твоей военной карьеры тебя ждет слава и успешный успех. Станешь неугодным, попадешь под гранату. Но, как говорится, об усопших только хорошо или никак. Поэтому долгих лет жизни всем актерам и спасибо за три часа нулевой по выхлопу трансляции. А больше там анализировать-то и нечего. Поэтому перейдем от наболевшего к веселому. В четверг верховный шаман России. Да-да-да-да, оказывается, у нас есть и такой. Предрек нашей стране счастливое будущее. Причем такое, в котором ядерная война не предвидится. А идущее закончится. Ну, в смысле, спецоперация. Но случится это только при одном условии, когда в стране поменяется президент. И сначала я подумала, что он имеет в виду нашу страну. Но предсказуемость это вторая натура. И, оказывается, шаман говорил про Украину. Не может быть. Но я вам больше скажу, чтобы приблизить конец СВО, шаман в Сея-Руси даже провел обряд. В следствии которого, видимо, собирался образумить Медведева и Симонян, кричащих о ядерном апокалипсисе. И вот теперь даже интересно, а кто кого победит? Бубен шамана или шаман крамольные мысли звездной парочки Дима-Маргарита? Хотя, как по мне, так хватит в стране шаманов. Предлагаю остановиться на том, что поет и закончить обсуждение. Тем более, что певцов в России почему-то любят гораздо больше. А вот Мизулина ставит шамана так и вовсе на один уровень с гимном Российской Федерации. На этой неделе она вдруг решила заявить о своих музыкальных предпочтениях. Да слушаю я шамана и гимн России, больше ничего не слушаю. Но отметилась Катя не только этим. Как оказалось, затычка в бочке понадобилась и в вопросе покупки 30-миллионной тачки для сына Плющенко. И в резкой необходимости на фронте Дани Милохина. 8 сентября любимица лицо Грефа вернулся в Россию. И этот факт не смогла снести рублевская блондинка. Тут же заявившая, что именно таких патриотов в обязательном порядке должна ожидать и служба в армии, и как следствие контракт в Минобороны. Так, с легкой руки вершительницы судеб на этой неделе в отчий дом тиктокера нагрянули сотрудники военкомата. Правда, самого Дани дома не оказалось. А принимать повестку приемный отец блогера отказался, заявив, что Милохина и так все хорошо. И в казенном доме он не нуждается. Так что тетя Катя со своими патриотическими идеями, типа армия перевоспитает, опять немного пролетела. Но тут, как говорится, главное, чтобы не поменялся предлог. Потому что третью Мизулину Россия точно не вынесет. А между тем, посоревноваться с Катей в умственных способностях на этой неделе рискнула вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Вроде не блондинка, вроде даже умеет делать серьезное лицо. Но что она им несет, страшно даже представить. Наши бойцы, освобождая Светогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Кока-Кола. Я, если честно, переслушала и присмотрела ее комментарии не один и даже не два раза, пытаясь поймать в мимике каплю усмешки или граммы издевки. Но нет, она походу реально верит в то, что говорит. Как и в то, что главный ингредиент Кока-Колы это слюна младенцев, проданных из детских домов Украины. И знаете, что самое интересное? Что после подобных громких заявлений никогда, слышите, никогда не следуют доказательства. Все начинается исключительно со слов и ими же исключительно и заканчивается. Никаких фактов, бумаг или интервью с проданными детьми мы, естественно, не увидим. Хотя, ну, ради экшена и убедительности могли бы и постараться с документалочкой, но, как говорится, не заслужили. А потому мы вновь улыбаемся и машем создателям истории о зараженных комарах, боевых утках, бойцах с зелеными глазами и всего того, что мы еще точно услышим. Но никогда не увидим. А почему они заслужили? Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Но я хочу вас предупредить, что на нашем канале Ермак Атрекшн вышло уже три новых выпуска вместе с Сашей. Поэтому, если эта тема вас интересует, обязательно переходите по ссылке в описании. Но мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!